Здравствуйте! С вами компания Дом в дорогу. Вот вы знаете, очень многие люди звонят ко мне и просят пустить в какой-нибудь автодом, чтобы прочувствовать, что это такое на площадке. Прочувствовать, что такое дом на колесах, можно даже не на выставке в Дюссельдорфе, но там они тоже все стоят. Прочувствовать можно только тогда, когда вы со стороны наблюдаете автодома в бою, вот как здесь. Когда вы наблюдаете жизнь караванеров, как они отдыхают, как они стоят, заправляются водой, ужинают, обедают, это, возможно, одно из немногих мест, где можно узнать, что такое караванинг. Вот, вы знаете, лучше всех прочувствовал вот этот парень с палаткой, с маленькой, который со стороны наблюдает, как мы отдыхаем. Вот такой же ситуации был и я когда-то в Норвегии, когда я приехал на автомобиль и посмотрел со стороны, офигел. Я уже не думал ни о чем, я хотел купить такой автодом. Я еще много раз буду снимать в этом кемпинге, но сейчас у нас будет видеообзор о палатках и маркизах. Давайте посмотрим, что это такое. Здесь у нас находятся фактически все виды палаток и маркиз. Вот эта палатка такая комбинированная, это даже не палатка, это маркиза, видите, да? А к ней пристыкованы вот такие стены. Раз, два, три, четыре. То есть палатка, которая состоит из маркизы и из стен, которые пристыковываются к маркизе. Вот обратите внимание, я сейчас вам покажу, как закреплена эта палатка. Зафиксируйте сейчас, поставьте закладку, потому что на примере следующей палатки я покажу, как надо закреплять эти палатки и зачем нужно закреплять именно так, как надо. Вот здесь вот небольшая ошибочка есть, потому что в случае, если возникнет очень сильный ветер и здесь оставят дверь открытую, то она спарашютирует. И эти штуки будут вырваны, поэтому закреплять нужно было немножко по-другому. Вот там у нас один парень закрепил как надо, я покажу вам. Итак, палатка, которая состоит из маркизы и из стен, которые пристыковываются к маркизе. Пошли дальше. Следующий вид палатки. Вот я такую, честно говоря, увидел в первый раз, хотя она у нас есть на складе, но в бою я ее увидел впервые. И почему она современная, удобная? Потому что она так называемая надуваемая палатка. То есть ее монтаж состоит из присоединения насоса и постановки вот этих рам жесткости просто под давление. Артур, расскажите, пожалуйста, тут рамы жесткости есть какие-то на ней? Нет, только пневмокаркас. Только пневмокаркас? То есть вы ее устанавливаете с помощью обычного насоса, да? Обычный компрессор, да. А сколько по времени она надувается? Надувается по времени минут 10 и минут 5 на то, чтобы продернуть ее в закладную. А как она крепится к прицепу? Закладная. Так. Вот она в ловле. А, все, понятно. Вот эти штуковины, которые все... То есть они вот эти в пазы вдеваются, как по рельсам, да? Туда. А боковинки то же самое, только внизу, да? Боковинки я сейчас покажу, там две штанги. Угу. Отлично. Так, ну вот такая вот, видите, палатка. У нас караванинг. На этих караванингах узнаешь гораздо больше, чем на всяких выставках в Дюссельдорфах и так далее. Вот смотрите, у меня сейчас возможность вам показать вот такую вот палатку в бою. Заходите в наш магазин. Она у нас есть. Следующая палатка, это классическая палатка с классическими рамами жесткости. Устанавливают ее уже, там, несколько десятков лет. Вот как ее изобрели, там, в 60-х годах. Четыре десятка, да. Ставится она 45 минут. 45 минут один или два человека? Вдвоем. Один неудобно. Вдвоем, да? Один не поставишь точно. А почему ты выбрал? Можно поставить, но еще больше. То есть вдвоем 45 минут. Вот такая же палатка, только другого цвета. Классическая на жестких распорках. Ни пневма, ни присоединяют тут к маркизе никаких стен. Вот чисто классическая палатка. Устанавливают ее 45 минут. Теперь давайте посмотрим маркизы. Вот не знаю кому как, но мне кажется, вот лучше всех эта маркиза. Вот, кстати, помните, я вам сказал поставить закладку? Вот, вот это вот самая правильная установка маркизы. То есть ее прикручивают вот к этим мощным столбам, потому что если будет очень сильный ветер, ее не унесет. Хотя даже в этом случае она сломаться может. Вот эта европейская маркиза, потому что при сильном ветре ее начинает вот так вот туда-сюда качать. Туда наливается вода, если идет дождь. Она сгибается и проваливается, даже если она прикручена мощно. Поэтому, конечно, устанавливать ее нужно с учетом того, что может палиться ветер. Но вот я считаю, что маркиза в данном случае это самое лучшее решение, на мой взгляд, вот при отдыхе на таком чудесном море. Потому что мы же едем за свежим воздухом, за солнцем. Ну зачем закрывать вот этой палаткой море, солнце? Лучше поставить маркизу, которая вас защищает от солнца. И, кстати, во время установки прицепа всегда ориентируйтесь на то, откуда будет идти солнце и будет ли создаваться тень. Потому что в данном случае, конечно, видите, тени нет, потому что солнце низко. И вот так вот расположен прицеп. Ну и следующая американская маркиза. И тут тоже автодом стоит так, что тень не создается. Вот утром тень здесь была, а сейчас ее нет. Когда вы устанавливаете автодом, всегда это нужно учитывать. Но чем хороша эта маркиза? Мы ее утром выдвигаем, а вечером задвигаем, когда ложимся спать. Потому что делается здесь в американском прицепе это нажатием на одну кнопку. Давайте посмотрим на примере следующего прицепа. Но прежде всего я хочу сказать, что нужно выбирать правильную установку прицепа, если вы хотите здесь создать тень. На Черном море я вам рекомендую прицепы ставить перпендикулярно Черному морю. Не вдоль, а перпендикулярно. Потому что вдоль тени практически никакой нет. Ну разве что только утром. А здесь смотрите, как расположен прицеп. Вот сейчас здесь тень, вечер. А утром солнце высоко, и поэтому тоже создается тень. Тут буквально в сутки есть минут 40 времени, когда тени нет. Всего-навсего 40 минут, когда солнце где-то там. А так в основном тень есть все время. Поэтому я рекомендую прицепы, чтобы создавалась тень с помощью маркизы, прицепы ставить перпендикулярно Черному морю. Теперь, почему маркиза? Ну вот представьте, сейчас все-таки море, солнце, пляж, звуки волн. Классно. И вот представьте, я сейчас все это закрою палаткой. Во-первых, в палатке будет жара сумасшедшая. А никакой кондиционер не вытянет вот эту жару и не понизит температуру внутри палатки. То есть здесь будет находиться практически невозможно. Во-вторых, мы лишимся свежего воздуха. В-третьих, мы лишимся вот этой акустической обстановки, которую нам создает море. То есть мы закроем себя вот этим стеклянным колпаком. Поэтому маркиза, мне кажется, лучше. Ну, кому как. Теперь, дальше. Какое? Если нальется вода, я уже неоднократно говорил. Если нальется вода, то есть будет идти дождь, мы все равно под дождем будем здесь завтракать, обедать, ужинать. И когда здесь накопится вода, маркиза не сломается. Тут есть автоматический сброс воды. То есть она вот так вот прогибается под массой вот этой воды. И вода автоматически сливается. Как только она слилась, маркиза ставится в обратное положение. Вот видите, как у американца все продумано. Но и ночью, если подует сильный ветер, нам никакого труда не составляет эту маркизу сложить. Вот я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу, как я это сделаю. Значит, вот смотрите. Не нужно эти колышки выдирать. Эти веревки складывать. Вставлять вот этот вот, его крутить. Это целое дело. Достаточно вечером просто нажать на кнопку. И вот сколько мне времени понадобится ее задвинуть. Есть модели автодомов очень дорогие, где даже этого делать не нужно. То есть стоит вибродатчик. Как только маркиза начинает вибрировать от ветра, она автоматически компьютер дает команду. И маркиза сама складывается. Но это в очень дорогих автодомах. А так никакого труда не составляет ее вот таким образом вечером сложить перед сном. Ну и утром ее опять раскладываем. Я просто нажал на кнопку. Вот досчитаю до 10, условно говоря, и она сама сложится. Я предпочитаю использовать просто маркизы. Потому что все-таки свежий воздух, солнце, звук пляжа. Это гораздо интереснее, чем вот этот закрытый колпак, где внутри жара. Ну, хотя кому как. Хотя палатки очень интересны, удобны, наверное, зимой. Потому что они сохраняют тепло и создают дополнительно отапливаемое помещение. Когда у нас холодное время суток. Ну, а летом лучше, конечно, маркизы. С вами была компания Дом в дорогу. Все эти палатки продаются у нас в нашем магазине. Заходите на наш сайт домвдорогу.ру и выбирайте себе, что вам нравится. Либо палатка, либо маркиза. Ну, а американские маркизы уже поставляются вместе с прицепами. Сайт домвдорогу.ру с нами интересно. Спасибо. Продолжение следует...